5 июля В середине десятых годов прошлого столетия он вошел в художественные круги Парижа, познакомился с Марселем Прустом, Сергеем Дягилевым, Пабло Пикассо. С 1916 года Кокто издавался в литературном американском журнале Little Review, был членом Французской академии и Королевской академии Бельгии. Мало кто из писателей 20 века имел такую близкую и обширную связь с музыкой и музыкантами своего времени, как Жан Кокто. Среди его произведений – либретто и тексты для десятков опер, балетов и ораторий.